Мир, дружба, яднание. В Леченском районе прошла международная доброчинная елка. Ее организатором выступило Гомельское отделение Белорусского фонда мира. Святочное мероприемство «Опошние» в марафоне новогодних ранечников громадского объединения. На урочистостях побывал наш корреспондент Дмитрий Котов. У фойе Центра культуры завершаются опошние приготовления для встречи гостей. Организаторы Святочной елки ждут делегацию из украинского города Алевска Житомирской области. Она довольно представительная, больше как 60 человек, первоважная большинство – дети. И вот автобусы начинают подъезжать до места призначения. Одразу отшивается, что сустракаются не просто старые знакомые, а соправданные сябры, для которых дружба – не просто слово. Нам очень понравилось, как нас встретили. Это было очень красиво, было очень хорошо, было много эмоций и было очень приятно. Лельщицы и Алевск сябруют уже несколько лет. В Першинюне, великая делегация из Украины, побывала в райцентре на мероприемстве, присвеченном Дню обороны детей. Символично, что минавито тогда возникла идея развивать сябровские износины сярод-молоди. И вот в праздники час ее реализовали с допомогой Фонду Миру. Сегодня мы ехали не просто в первый раз в гости, а ехали. Мы знали, куда едем. Знаем, что нас всегда здесь очень тепло принимают. Святочный концерт рыхтовали за некольки тыдням. Своё выступление у народным традиционным стиле представили гости из разных районов Гомельской области. Со своими звычаями познайомили и украинские школьники. Подобный культурный обмен дозволяя ближе познайомиться, и это махчима станет початком моцной дружбы помеж навученцами Беларуси и Украины. Я хочу, чтобы они уехали отсюда с приятными эмоциями, чтобы они сюда приезжали не один раз. Один из самых яскравых моментов у программе – каска по шупаковым загадзе. На протягу амаль годины артысты-аматоры Лельшинского центра культуры ладили представления и неучив не заступали профессиональным артыстам. Каска вучить добрыни и повази. Именно витагэта – галлоны сэнс святошного мероприемства. Главная наша цель – чтобы мы показали, что наша республика именно является миролюбивой республикой. Республика именно дружбы, согласия. Я думаю, что ребята, когда побудут здесь, они это ощутят. Я считаю, что сегодня их приезд – это они унесут вклад, маленький вклад в единую дружную семью наших народов. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, отель радиокомпания «Гомель», Лельшинский район.